В объектно-ориентированном программировании мы часто имеем дело со структурами данных, в которых определено большое количество полей, каждый из которых описывает какое-то более элементарное значение, а в совокупности они составляют некоторую структуру, полезную для прикладного программирования. Например, если мы хотим описывать тип данных Person, то очевидно, что мы должны добавить в этот тип данных поля фамилия, имя, возраст, ну и еще какие-то поля, ограничимся этими тремя полями. Как на Haskell'е можно описать такую структуру? Есть несколько возможных вариантов. Самый простой вариант — это просто задать тройку, то есть трехэлементный кортеж, в котором первое поле имеет тип String, второе поле имеет тип String, а третье поле имеет тип Int. Хотя такой подход возможен, но с ним не очень удобно работать, это обозначает, и что этот тип, собственно, выражает идею того, что мы описываем какую-то персону, поэтому можно поступить немножко по-другому. Можно объявить тип произведения Person как произведение полей, как произведение полей типа String, String и Int. Ну давайте посмотрим, как это делается на примере. Вот перед нами тип данных Person, штрих, это не лучшая реализация, поэтому здесь мы добавили штрих, настоящий Person мы определим позже. Это тип данных, который имеет конструктор данных с тем же именем, что и конструктор типа, и в котором у нас лежат три поля String, String и Int. Естественно, что для работы с таким типом данных нам, как хочется удобным образом вынимать из этой тройки значений, имя, фамилию и отчество. Давайте определим просто некоторые функции, которые описывают нам проекции этой тройки значений. Соответственно, функцию FirstNameString, которая вынимает из нашей структуры, с помощью споставления с образцом первое поле, в функцию LastNameString, которая вынимает второе поле, и, наконец, функцию Edge, которая вынимает из этой тройки третье поле. Теперь у нас все поля именованы, и у нас есть механизмы доступа к элементам этой тройки, более того, это именованные механизмы. Однако в Haskell есть другой синтаксис определения типов данных, использование для полей, которые здесь в типе произведения присутствуют, некоторых специальных меток, которые просто при определении типа данных как раз и задают нам эти самые функции проекции. Давайте посмотрим на соответствующий синтаксис. Вот перед нами теперь уже полноценный тип данных Person, который устроен следующим образом. Мы пишем, что Person по-прежнему является типом произведений полей типа String, String и Int, но для каждого поля мы определяем некоторую специальную функцию, которая называется меткой этого поля, и которая является полным эквивалентом тех функций, которые мы написали раньше вручную. То есть функция FirstName – это просто способ описать проекцию нашего Person, первую проекцию, LastName – вторую проекцию, Edge – третью проекцию. Давайте перейдем в интерпретатор и попробуем вызвать соответствующие поля. Ну, во-первых, сначала посмотрим на типы. Тип функции FirstName – это функция, которая принимает некоторое значение типа Person, возвращает нам String, то есть в полном соответствии с тем, как это было в нашем предыдущем варианте. Вот у нас была функция FirstName – штрих, которую мы писали вручную, и теперь она у нас получилась автоматически. Аналогичным образом, скажем, проекция Edge, метка Edge, позволяет вынимать из произведения Person третье поле. Ну, давайте создадим какую-то персону и поработаем с ее полями, посмотрим, какой синтаксис в Haskell используется для доступа к элементам полей. Давайте мы создадим персону, которая зовется John. Это имя переменной, ну, точнее, имя константы, конечно, в Haskell. Мы конструируем просто с помощью конструктора Person, передаем строку имени, строку фамилии и строку возраста. Ну вот, теперь у нас John имеется в наличии, и мы можем получать доступ к полям этой структуры, полям этого объекта, говоря объектно-ориентированным языком, к Джону. В следующем синтаксисе, если мы хотим, скажем, выяснить возраст Джона, мы просто используем функцию Edge, передавая туда объект типа Person в качестве аргумента. Ну и, соответственно, получаем значение 33. Если мы хотим получить фамилию, мы используем функцию LastName, метку поля LastName, которая работает как функция аксессор для второго поля этой структуры. структуры после того, как мы написали, естественно, ключевое слово DerivingShow, могут преобразовываться к строковому виду. То есть я могу просто ввести в интерпретаторе константу Джон, и она будет выведена ровно в том виде, в котором она определена. То есть у меня будет, во-первых, имя типа, и, во-вторых, каждая метка поля, метка поля, ее значение у нас будет записано при выводе нашей структуры с помощью знака равенства, но и значение перечислено через запятую. То есть мы видим, что структура Person имеет раз, два, три поля с соответствующими значениями. В принципе, мы можем определять доступ к элементам по-другому. В объектно-ориентированном программировании принять немножко другой синтаксис обратный. Мы пишем сначала объект, потом ставим точку, а потом имя поля. В Haskell тоже есть такая возможность, что она достигается немножко другими средствами. Во-первых, точка у нас используется для других целей, поэтому для этих целей будет использоваться некоторый оператор, который зовется Ampersand. Этот оператор совсем недавно введен в Haskell как стандартный. В той версии компилятора, с которой я работаю, этот оператор еще не введен, а вообще он введен в модуле Data Function. И в ближайшем будущем в Haskell он будет, очевидно, активно использоваться. Вообще про его введение ходило довольно много идей. Его еще иногда раньше называли оператором евро. Давайте посмотрим, почему он называется оператором евро. На самом деле мы помним, что у нас в Haskell есть оператор доллар, который просто описывает применение функции. Оператор доллар принимает два аргумента, функцию и ее аргумент, и применяет функцию к аргументу. Оператор евро, который теперь называется оператором персан, работает ровно наоборот. У него просто переставлены два аргумента. Он принимает в качестве первого аргумента аргумент функции, в качестве второго аргумента функцию. И после этого применяет функцию к аргументу. Но это ровно то, что нам нужно. Это ровно то, что нам нужно в том смысле, что как раз мы переставляя аргументы функцию, мы получаем синтаксис близкий к объектной ориентированному. Ну, то есть мы можем теперь написать john ampersand edge и получаем edge john скажем first name и получаем first name. Этот синтаксис очень близок к объектно-ориентированному синтаксису. Единственное, что вместо точки между именем объекта и именем поля у нас используется значок ampersand. Значок ampersand так же как значок доллара может использоваться не только когда у нас есть функция аргумент, но и когда у нас есть целая цепочка функций. значок доллара применяет цепочку функций справа налево. Если у нас с помощью доллара написано вот такое выражение f$g дол доллар h например, то это значит, что мы сначала должны применить функцию ну и еще доллар x. Давайте уж напишем длинную цепочку. Это означает, что мы должны применить сначала h к x, к результату применить g, а потом к результату применить f. ну естественно, что fg, h и x у нас не определены, поэтому мы получим сообщение об ошибке. Ровно то же самое выражение мы можем записать на языке оператора ampersand в обратную сторону, то есть это будет выглядеть следующим образом. x ampersand h ampersand g ampersand f Ну, мы видим, что, во-первых, наш оператор имеет низкий приоритет, но это не самое важное, он имеет левую ассоциативность. Значит, у нас получается следующее x ampersand h, это применение функции h к функции x. Мы получаем некоторое значение, получившееся значение дальше обрабатывается функцией g, а дальше обрабатывается функцией f. Такой синтаксис более похож на последовательность инструкции. Мы просто пишем x, потом инструкция h, инструкция g, инструкция f. Оператор ampersand нам понадобится еще в дальнейшем, а пока мы просто говорим, что мы можем смоделировать синтаксис близких объектно-ориентированному с помощью его использования вместе с метками полей.